В руках у меня приспособление, которое местные жители называют копорулькой. То есть упор для ног, заточенная рессора, специально все это усилено. Это специально для того, чтобы копать лопух. Издревле лопух высоко ценился в народной медицине, как средство от всех болезней. Его использовали и как средство при отравлениях, как кровоочистительное средство. Помогает он при болезнях печени. Широко используется, в том числе, он и как противоопухолевое средство. Вот это растение, которое мы видим очень часто, на самом деле может сыграть большую роль в выздоровлении вашего организма. Корень лопуха в настоящее время является официальным лекарственным сырьем и рекомендуется в виде отвара в качестве мочегонного средства. Однако спектр его фармакологического действия гораздо шире. В отечественной народной медицине корень находит широкое и многостороннее применение. С его помощью лечат почки, диабет, подагру и ревматизм, избавляются от аллергии и заживляют раны. Лопух – отличное жаропонижающее и кровоочистительное средство. Восточная пословица есть такая, она гласит, дороже всяких монет тот сорняк, который растет в огороде, который растет у плетня. Это именно сказано о корне лопуха. Корень лопуха содержит такие целебные компоненты, как инулин, который способен снижать сахар в крови. Он содержит эфирные масла, он содержит большое количество аскорбиновой кислоты и содержит алкалоид, который обладает противоопухолевым действием. Фирмы Биолит был из свежего корня майского лопуха получен оригинальным специальным способом экстракт, экстракт корня лопуха. Неудивительно, что неприметный огородный сорняк, обладающий массой скрытых достоинств, стал объектом детального исследования и переработки фирмы Биолит. Замечательное растение. Оно замечательно прежде всего тем, что это настоящая кладезь биологически активных веществ. В цивилизованных странах Европы, Франции, Испании, Португалии лопух культивируется и выращивается как растение съедобное. И только у нас в России это растение обойдено вниманием и незаслуженно забыто. Мы занялись лопухом, когда у нас возникла возможность его переработки в свежем виде, потому что только в свежем соке лопуха все биологически активные вещества находятся в наиболее доступном виде. Итогом долгой совместной работы фармакологов, медиков, физиков, химиков и агрономов стал уникальный препарат – экстракт корня лопуха большого, собранного в мае. Чтобы создать действительно качественную биологически активную добавку, необходимо было выполнить ряд важных условий. Во-первых, экологически чистый район и время сбора – месяц май. Здесь сложностей не возникло. Каждой весной корень лопуха собирается под тщательным контролем специалистов компании в заповедном районе Сибири, в предгорьях Алтая. Здесь, вдали от цивилизации, лекарственные травы растут в идеальных условиях, наполняясь целебными силами природы. Собранное сырье перерабатывается рядом с местом сбора, что позволяет гарантировать качество продукта и его свежесть. Для переработки свежих корней лопуха используется уникальная технология, разработанная специалистами научно-исследовательского института высоких напряжений города Томска под руководством профессора Сергея Григорьевича Боева. Технология заключается в извлечении сока из свежего корня лопуха и последующей его вакуумной концентрации, которая позволяет максимально сохранить биологически активные вещества. Мы находимся в цехе переработки растительного сырья. В данный момент здесь перерабатывается свежий корень лопуха. Сегодня 25 мая мы переработали более 70 тонн. Основной объем сырья мы перерабатываем в свежем виде. Как это делается? Сырье очень тонко дисперигируется, измельчается с добавлением воды. Из поврежденной клетчатки под воздействием механических нагрузок, специально разработанных изготовленными в миксерах, вымывается сок из сырья. Этот сок затем концентрируется в вакуумных лопорных аппаратах. Конечным продуктом в этом цвете является концентрат соков из ягод, овощей или корней с содержанием сухих веществ от 70 и выше процентов. На всех этапах изготовления биологически активной добавки сотрудники Биолита ведут непрерывный контроль качества. Для этого на Алтае пришлось развернуть полевую научную лабораторию. В данной лаборатории непосредственно около производства в полевых условиях проводится контроль качества исходного сырья, который используется для производства биологически активных добавок. Также ведется исследовательская работа, подготавливаются пробы для исследования в Томске по изменению состава в различные сроки вегетации корня лопуха. Из корня лопуха нами впервые выделены идентифицированные новые вещества, никем ранее не исследованы. В частности, одно из них обладает выраженным дозависимым противоопухолевым действием. Целью моей работы является исследование содержания этого вещества в различных частях растения, в различные сроки вегетации, также в различных регионах нашей страны. Для изготовления одной упаковки экстракта корня лопуха используется 30 килограмм свежего продукта. Естественно, при таком количестве заготовок через несколько лет лопух на Алтае должен стать реликтом. Но и с этой проблемой блестяще справились агрономы компании. С этого года Биолит приступил к самостоятельному выращиванию лопуха. Если говорить о соке корня лопуха, о самом корне лопуха, то можно сказать уникальные, удивительные вещи. Вот японцы используют этот корень, пищу. Они готовят его, варят, делают из него салаты. Ну и вообще известный факт, то, что японцы, в общем-то, достаточно известные долгожители во всем мире. И хотелось бы, чтобы и мы, используя этот продукт, ну хотя бы приблизились к их уровню. Это концентрированный экстракт майского корня лопуха. Он представляет собой густую жидкость буро-коричневого цвета с приятным специфическим запахом и кисло-сладким вкусом. Богатый комплекс природных веществ обеспечивает широкий спектр его фармакологических свойств и позволяет фирме Биолит рекомендовать его для профилактики и лечения различных хронических заболеваний. Но наиболее подробно мы остановимся на противоопухолевом действии экстракта корня лопуха. То, что лопух эффективно помогает справляться с различными видами опухолей, впервые выявили именно специалисты Биолита. В соке лопуха случайно мы обнаружили вещество, которое обладает, программирует атипичные раковые клетки на самоуничтожение. Так называемое явление апоптоза. Это произошло, как все интересное совершенно случайно, когда мы в концентрированном соке лопуха, используя его для мытья головы, наткнулись на огромные острые кристаллы, которые впоследствии были отмыты, отдельно перекристаллизованы, выделены. И в течение года мы подробно и детально занимались исследованием их химического состава. Выяснилось, что этих веществ в соке корня лопуха, майском именно соке, до 10%. Это огромное количество, если учесть, что это индивидуальное вещество. Достаточно сказать, что экстракт корня лопуха испытан на достаточно тяжелых формах, моделях опухолевого роста. Это карцинома легкого, это гипотома человека. Во время этих испытаний экспериментальных он показал, что является где-то цитостатическим препаратом. Были проведены ряд исследований, которые были проведены уже не у нас, это было сделано в Корее, в Японии, где были выделены действующие вещества, которые обусловили это противоопухолевое действие. Их несколько. Одно из них является алкалоидом, другое является азотсодержащим веществом не алкалоидного типа. Это вещество, азотсодержащим не алкалоидного типа, является в принципе веществом, которое впервые было выделено в компании Биолит и исследовано компанией Биолит. Второе, что помогает применять экстракт корня лопуха, это антитоксический эффект. Доказана способность экстракта корня лопуха извлекать, связывать те токсины, токсические вещества в крови и выводить за пределы организма через потовые железы, через мочевыводящую систему. Именно благодаря этим двум механизмам, прямому цитостатическому эффекту, первое, и второе, антитоксическому эффекту, применение экстракта корня лопуха в онкологии является достаточно актуальным. Следующим этапом серьезной работы стали доклинические и клинические испытания готового продукта совместно с ведущими томскими учеными. Доклинические исследования экстрактов корня лопуха для экспериментальных животных выявили наличие в нем химических соединений, обладающих отчетливым противопухолевым эффектом. Доказана выраженная противоязвенная активность экстрактов из лопуха. При сравнении с известными препаратами плантоглюцидом и бифунгином, настойка из лопуха не уступала по противоязвенной эффективности, а в ряде случаев и превосходила их. Экстракты из лопуха обладают антитоксическими, противогипоксическими, противовоспалительными и бактериоцидными свойствами, стимулируют метаболические процессы и улучшают обмен веществ. По результатам наших исследований, экстракт корня лопуха обладает противоаллергическими свойствами. Целебные свойства лопуха изучены достаточно хорошо, но я думаю, что ученым предстоит разгадать еще немало тайн, которые хранит в себе это замечательное растение. Клинические исследования по применению его уже проведены. Проведены на моделях доброкачественных опухолей, это миома матки, фиброденома молочной железы. Было доказано, что применение экстракта корня лопуха в основной терапии этих доброкачественных опухолей намного улучшает результаты лечения. В ряде случаев, а это имеются эти данные в клинических испытаниях, доказано, что экстракт корня лопуха помогает добиться обратному развитию этих опухолей. В мае 2004 года томскими онкологами были закончены испытания биологически активной добавки экстракт корня лопуха как средство, влияющего на рост миомы матки. Результаты исследований не оставили никаких сомнений в эффективности препарата. Лопух стал настоящим спасением для женщин с проблемой миомы. Данный экстракт был опробирован при различных патологиях у больных, при патологии желудочно-кишечного тракта, патологии печени, и при онкозаболеваниях, при кистофиброзных мастопатиях, при миомах матки у женщин. И получен очень хороший эффект. Больные получали в сочетании с базисной терапией, которая назначалась врачом, и параллельно назначался корень лопуха. Результаты получились гораздо выше, об этом скажут и специалисты, онкологи, мамологи, выше, чем в группах у больных, которые лечились только базисной терапией. Они не отмечали побочных действий от лекарственных препаратов. У них быстро происходил регресс опухолевого процесса. У них лучше было общее состояние, реактивность организма. В общем, об этом препарате очень хорошее представление, как у врачей, так и у пациентов. Кроме онкологической патологии существует еще ряд проблем, которые могут сопутствовать или протекать вместе с онкологическими. Это хроническое заболевание поджелудочной железы, это гастриты, язвенная болезнь, 12-перстной кишки или желудка. Это заболевания обменные процессы. Это заболевания, связанные с большой нагрузкой лекарственных препаратов. Вот есть болезни, при которых много приходится принимать лекарственные препараты. Так вот, использование экстракта из корня лопуха помогает очищению организма от этих токсических компонентов. То есть, как бы он помогает печени и помогает всему организму. Сегодня можно говорить о несомненном, успешном использовании экстракта корня лопуха в комплексном лечении женщин с узловой мастопатией. Эти исследования проведены на базе областного онкологического диспансера. С февраля этого года женщины узловой мастопатии на базе онкодиспансера стали использовать экстракт корня лопуха майского и крем Мамавит производства фирмы Биолит при узловой мастопатии. Результаты оценивались через месяц приема и было отмечено, что у ряда пациенток положительный эффект в результате лечения. Он выражался в уменьшении напряжения в молочной железе, узел в груди становился мягче. Кроме уменьшения болевого синдрома, эмоциональная сфера женщины, ее настрой также был более спокойным. Еще моя бабушка говорила, что лопух – это лекарство от всех болезней. Как-то не верилась в это, но два года назад мне поставили такой диагноз – миома. И я решила попробовать, очень не хотелось идти на операцию, я решила попробовать препараты Биолиты лопух. Хотите верьте, хотите нет, но на сегодняшний день я абсолютно здорова. Если вы будете принимать препарат лопуха два раза в год, это будет являться очень хорошим профилактическим средством. Доказав несомненную эффективность экстракта корня лопуха, ученые Биолиты не остановились на достигнутом и продолжили эксперименты. Вскоре появился новый препарат противоопухлевого действия на основе сока корня лопуха – Витасел. Витасел – это многокомпонентный сбор препаратов, в который входит экстракт корня лопуха, лист подорожника, гераний, дальневосточный бадан и радиола розовая. Достаточно сказать, что на базе НИИ фармакологии в свое время, в течение тоже нескольких десятков лет, все составляющие этого сбора были исследованы. В частности, радиола розовая в эксперименте оказалась, обладает антиметастатическим действием. Экстракт подорожника, листа подорожника, тормозит рост первичных опухолей, опухолевых узлов, так и метастатических узлов. Точно так же были доказаны противоопухолевые действия и корня бадана, и листа герани. Поэтому тот состав, который мы видим в композиции витасел, не случайно далеко. Вот основные схемы применения экстракта корня лопуха и витасела. В комплексной терапии онкологических заболеваний во время проведения химиотерапии гепатотоксичными, нефротоксичными и кардиотоксичными препаратами применяются. Витасел принимается по одной чайной ложке гранул, растворенных в 100 мл теплой воды 3 раза в день за 30 минут до приема пищи. Также принимается лохиин по одной чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. И экстракт корня лопуха по одной чайной ложке растворить в одном стакане теплой воды, принимать 3 раза в день. При острых отравлениях организма необходимо сразу же принять раствор 1 чайной ложки экстракта корня лопуха в 100 мл теплой воды. Прием повторить через 30 минут. Такая схема способствует связыванию и выведению токсинов из организма всеми выделительными органами. И, наконец, для профилактики онкологических заболеваний и просто для поддержания хорошего состояния организма, рекомендуется в течение месяца принимать половину чайной ложки экстракта корня лопуха, растворенного в воде, 3 раза в день. Такие курсы хорошо проводить 2 раза в год. Противоопухолевое действие – это поистине уникальное свойство экстракта корня лопуха. Однако, далеко не единственное его достоинство. Помните, что это замечательное растение обладает множеством полезных качеств. Вот что рассказывают о своем опыте применения корня лопуха консультанты из Краснодара. Был необходим продукт, который помогал бы очень-очень быстро. И таким продуктом как раз явился экстракт корня лопуха. За счет его прекрасных дезинтоксикационных свойств, кровоочистительных, он дает эффект, прямо можно сказать, моментальный. Когда человек чувствует себя плохо после, допустим, отравления какими-то продуктами. Или это алкоголь, или это даже суррогаты алкоголя. Здесь же можно перечислить и укусы насекомых, и интоксикацию при любых острых респираторных заболеваниях. В общем, те случаи, когда человек просто плохо себя чувствует, когда у него идут явления интоксикации. И давая экстракт корня лопуха, буквально через 15-20 минут мы получаем явный клинический эффект, и это здорово. Вот сейчас в России порядка 10 миллионов людей страдают сахарным диабетом. И примерно столько же находятся в состоянии преддиабета. То есть это 10 миллионов человек в состоянии преддиабета. Назначать лекарственную терапию еще рано, а ничего не делать уже поздно. И вот у таких пациентов нужны какие-то растительные, натуральные средства, которые бы снижали уровень сахара, каким и является экстракт корня лопуха. Полюбить и оценить новый продукт уже успели простые пользователи продукции Биолита. Еще бы, ведь принимая эту биологически активную добавку всего два раза в год, можно добиться заметного улучшения самочувствия, предупредить появление серьезных заболеваний, а также, если верить многовековому опыту народной медицины, даже продлить молодость. Мне 80 лет, но я все-таки еще в строю. Значит, ну, это законно, что без лекарства не обходится. Есть гипотермия, есть другие проблемы. И из печени бывают проблемы. И когда я уже пробовал, более месяца пил, в начале года, это корня лопуха, я себя чувствовал гораздо лучше. Никакой жоги не было, никаких беспокойств не было. И более того, что у меня есть еще проблемы диабетические, невысокий сахар, он тоже положительно на это действует. Надо сказать, что корень лопуха мы собираем в то время, когда вся природа пробуждается, набирается новых сил, набирается новой жизни. И этот продукт потом приносит здоровье и эти молодые новые силы в ваш дом. И он будет с вами в течение всего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова